Продолжение следует... Продолжаем разговор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Благодарю за вопрос, Владимир. Ну, единственное, я думаю, что бороться не стоит. И можно просто принять, что дальше будет только холоднее. Ну, и придумать себе какое-нибудь занятие. Если вот так все будет холоднее, ну, и придумать себе занятие, чем заниматься, если будет холодно. Это один момент. А второй, ни с кем не бороться, просто уехать там, где теплее. И временно там побыть. Потом, когда возникнет необходимость, вернуться назад. Может быть так. Как гласит древняя русская пословица, готовь сани летом. Так вот, если все говорят, что будет холоднее, ты говоришь, да, будет холоднее, и сидишь, точишь коньки, например. Дальше. Вопрос эфира от Солнца. Захар, здравия. У нас в Карелии очень холодно. Идут дожди. Настроение так себе. В общем, не очень. Расскажи, будь добр, хоть два слова про своего орла. Он к тебе сейчас прилетает? Благодарю. Благодарю за вопрос. Но орел всегда со мной. Он от меня никуда не улетает. Он однажды прилетел, и теперь со мной. И вот кружит, кружит, кружит. И, наверное, там присаживается где-то. Но так всегда со мной. Какая у тебя ручная птичка. Ну да. Орел от силы мудрости. Это, как уговаривали североамериканские индейцы, что это дух человека. Ну, не знаю, дух не дух. Вот есть такой орел. Мы с ним дружим. Хорошо. Мария Х. Так написано. Не знаю, может Х, может не Х, но так написано. Итак, вопрос от Марии. Здравия, Захар. Какие лучше травки попить для поджелудочной железы? Сделала иридодиагностику. Показала её в очень плачевном состоянии. Пощупала живот. Она твёрдая. Два. Если печень сухая, то как насытить её жиром? Кожа сохнет. Однажды пила масло грецкого ореха в течение месяца. Кожа увлажнилась. Через полгода решила повторить. Кожа от масла стала сохнуть ещё больше. Пить его больше не могу. Убери ты эту икру проклятую. Нет, ну это как в фильме. Что серьёзно делать в таких случаях? Поджелудочная, да? Мария, благодарю за вопрос. Травы, которые полезны для поджелудочной железы. Это ястребинка волосистая. Это репешок аптечный. Потом можно ещё использовать лебеду. Можно использовать козлятник. Хорошо использовать корень айера. Эти пять травок универсальны. Очень хорошие для поджелудочной железы. И потом нужно ещё понимать, что здоровье поджелудочной железы напрямую связано с состоянием 12-перстной кишки. И для того, чтобы поджелудочная была здоровая, у нас сфинктер ОДИ, находящийся в 12-перстной кишке, должен быть функционален. То есть он должен раскрываться, открываться, закрываться. А для этого нужно, чтобы 12-перстная кишка была свободно расслаблена. Поэтому для того, чтобы хорошо функционировала поджелудочная железа, необходимо, чтобы человек не испытывал стресс. Сейчас я не говорю, а умел хорошенько расслабляться, пережитого стресса и умел расслаблять 12-перстную кишку либо самомассажем живота, либо горячей грелкой на живот, либо проведением самогипоксии. Ну а вообще для здоровья поджелудочной железы необходимо определенное образом выстроенное питание, то есть питаться 4-6 раз в день, питаться небольшими дозами, вернее, небольшими порциями, так, чтобы порция умещалась в две сложные ладошки. Плюс желательно кушать только тогда, когда у нас есть чувство голода. Без чувства голода мы не кушаем и кушаем до тех пор, пока чувство голода не исчезнет. То есть испытываем чувство голода, начинаем принимать пищу, принимаем-принимаем пищу и смотрим, уже чувства голода нет. Просто есть какое-то желание покушать, насладиться вкусом пищи, а голода нет, значит, необходимо уже заканчивать. Это вот что касается поджелудочной железы. Там вы ее потрогали, она плотная, значит, если вы знаете, где она находится, можете ее потрогать, вот потихонечку ее разминаете, чтобы она стала мягкая. Вот. Вторая часть вопроса. Если печень сухая, то как насытить ее жиром? Хотя бы по 25 грамм в сутки жира принимаете, допустим, сало с хреном, вот, там масло грецкого ореха пьете, я не думаю, что прямо можно именно где-то масло грецкого ореха, можно конопляное масло, гораздо, мне кажется, более полезное, чем масло грецкого ореха. Можно то же самое, оливковое масло, вот, можно сливочное масло, можно сало употреблять. Поэтому тут, в принципе, я бы вам рекомендовал покушать грамм по 25, по 30 в сутки хотя бы сало с хреном. Ну, вот, будет замечательно. Плюс здесь необходимо также восстановить функциональные способности печени, потому что может быть какой-то венозный застой, могут быть другие там ситуации с печенью, которые ухудшают ее функциональность. Поэтому разминайте. Если вы можете нащупать себе поджелудочную железу, наверняка и печень можете нащупать, поэтому разминайте печень пальцами, делайте ее мягкой, эластичной, безболезненной, и тогда будет вам счастье. Так вот. Здесь, наверное, надо как-то так сказать, что если вы будете употреблять шесть раз пищу в день, то в этом случае, наверное, не две ладошки, а одна ладошка наполнялась едой. То есть уменьшить количество приема пищи, вернее, увеличить количество раз употребления пищи, но уменьшить объемное количество. Тогда вы будете постоянно насыщать, и в этом случае у вас не будет перенасыщения. И чувство голода будет легкое, и оно будет появляться тогда, когда вам, в общем-то, нужен новый прием пищи. То есть немножечко, чуть-чуть не доедать. И, естественно, что помимо того, что вы будете употреблять пищу, вот ты правильно сказал, это массаж живота, ладку живота надо делать, потому что, видимо, что-то где-то не так функционирует. Вот двенадцатиперстная кишка, наверное, там какие-то проблемки есть. И сама печень, может быть, и не только печень, а и то, что вокруг нее не совсем хорошо работает. В общем, ладить живот надо, мне кажется, в первую очередь в таких случаях. И посмотреть на свой рацион, а что там вы вообще употребляете. Потому что вот у меня то, что говорится, хоть плачь, хоть смейся. В магазине как-то стою в очереди, смотрю, значит, стоит мужичок и тетенька, и у них такой рацион интересный. Значит, йогурты, 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 йогурты. Потом, значит, зелень, 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 зелень. И потом, значит, это пиво, 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 ликер, что-то еще. И вот они между собой говорят, вот это вот для здоровья, вот это для здоровья показывают. На йогурт и так далее. А еще потом на кассе они еще брали сигареты какие-то. Я так хотел сказать, люди, а зачем вам это нужно-то? Вы же себя убиваете. Какой смысл вам говорить о здоровье, если вы курите и себя яд этот заливаете, если вы просто себя травите? Ну, сдержался, не стал вылезать их в такую интересную жизнь. В общем, необходимо смотреть всесторонне, что же происходит, почему и чем это вызвано. Было ли какое-то, может быть, отравление? Было ли какое-то воздействие, может быть, какие-то паразиты? Что там еще может быть? На это все надо обратить внимание. И тогда будет способ уже исцеления более правильный, более практичный, нежели просто гадать. Но в любом случае, скорее всего, гладка живота и вот употребление тех жиров, которые постоянно, не сразу такой в себя стакан масла заливаете, а постоянно, чуть-чуть добавляете, но постоянно. Тогда у вас будет получше. Но в первую очередь необходимо понимать причину. Убирайте причину, уходит следствие. Идем дальше. Идем дальше. Казак, вопрос у Фира, Рерат. Если употреблять небольшое количество селедки или чего-то подобного утром, поможет стабилизировать этот водный баланс или это заблуждение? Благодарю за вопрос. Ну, заблуждение или нет, не берусь судить, но селедки, употреблять небольшое количество селедки и водный баланс, ну, честно говоря, не знаю. Если, допустим, подумать о том, что селедка была бы соленой, то она бы, конечно, задерживала в организме определенное количество жидкости, потому что один грамм соли задерживает там порядка 100 миллилитров жидкости в организме. Но при этом жидкость бы не шла на какие-то функции организма, просто могла создавать какие-то отеки. Ну, я, честно говоря, может быть, я недостаточно просвещен в этой области, но я не вижу прямой взаимосвязи между употреблением селедки и какой-то равновесием в гуморальной среде организма. И еще нужно понять, что значит водный баланс. Потому что водный баланс, ну, мало что понимается под водным балансом. Вот если казак уточнить, что такое водный баланс, то есть где вода там балансирует в организме, тогда, конечно, нужно будет более четко увидеть. Если подразумевать под водным балансом то, что в организме будет достаточно жидкости, если употреблять селедку, ну, я думаю, что они здесь, в принципе, никак между собой вода и селедка не связаны. Если, конечно, селедка соленая, она будет задерживать влагу в организме, но только лишь сугубо ради себя. Потому что там соль, она будет ее там связывать и так далее. К организму особого отношения это иметь не будет. Более того, чем более проблемные почки у человека, тем больше, конечно, ему хочется селедки, тем больше он думает, что селедка будет ему полезна, будет ему помогать. На самом деле это не совсем, ну, как в отношении почек и селедки – это вот такая вот патологичная связь. А там… Да. Я с тобой согласен, что селедка селедки рознь. Селедка может быть просто как кушанье какое-то, кому-то оно нравится, может быть, там пряного посола, еще чего-то, да. Но я давно уже не употребляю это дело, поэтому так просто по памяти говорю. Вот. А бывает селедка как носитель соли. Вот как в облах, например, да, бывает там пересоленная какая-то. Вот носитель соли. Что имеется здесь в виду? Я так предполагаю, что это именно соленое то, что соленая селедка как именно то, что соли на себе много имеет. Вот здесь, наверное, надо коснуться такой темы, как солелечение. Вот если просто употреблять соль, это одно. Если вы употребляете соль как лекарство на какое-то время лечения и в определенном количестве, тогда оно будет иметь какой-то воздействий, какой-то воздействий на организм. Но в этом случае селедку употреблять не обязательно, и вообще её можно не употреблять. Известны, опять же, случаи, которые описаны и в науке, и есть даже защищенные работы, когда именно только при помощи соли, не имея никаких вообще лекарств под рукой, в местах ограниченной свободы, людей выводили из состояния многих заболеваний. То есть для каждого заболевания подбиралось количество соли, которое необходимо было человеку употреблять просто с водой, с чистой водой. И на самом деле болезни уходили. Я думаю, здесь происходит следующее, что хотя, естественно, солёная вода, она удерживается в организме как просто жидкость какая-то, она особо, может быть, с клеточками-то не вступает в организм, но при этом при помощи большого насыщения влагой расширяются те закупоренные сосудики, куда раньше просто влага не могла пойти, где появились застои, может быть, выбросы клеточные вот этих вот отработанных, то, что клетки отработали уже, они же куда-то должны-то выводить токсины, какие-то кислоты или ещё что-то, и какие-то уже клеточки, вернее, сосудики были забиты. Вот когда и происходит перенасыщение водой, вплоть до отёчности, вполне возможно, что где-то что-то раскрывается, и там как при помощи вот такого гидроудара удаётся выбить их. Вот в этом случае, скорее всего, насыщение вот такой солёной водой, но, естественно, не пересолёной солёной водой, оно будет полезно. И опять же, надо понимать, что если мы пьём чисто солёную воду, то это просто как гидроудар, может быть, для организма, именно раскрытие закупоренных сосудов. Если чуть-чуть подсолёную, то в этом случае там несколько другой эффект. В общем, с темой соли надо разбираться. Нельзя огульно говорить, что ругать соль, что это белая смерть, и в то же время невозможно говорить, что только солью можно вылечиться, употребляя столовыми ложками эту соль. Всё должно быть в данном случае, если мы рассматриваем здоровье, всё должно быть соразмерено и подходящее к конкретной болезни человека, конкретному человеку. Смотреть на его организм, какой он пухленький, стронненький, отёкший или высушенный. Мужчина, женщина даже на эти пожилой возрасте или уже совсем дряхлый, или, может быть, молодой. Здесь очень много нюансов, поэтому говорить, что выпивая, например, солёную воду, вы будете иметь какой-то плюс или минус. Я проводил разные эксперименты на себе, и опыт достаточно большой. Её употребление соли, соды, и употребление соды в чистом виде, и употребление соли в чистом виде с водой. Так что на работу много чего. И просто за собой надо наблюдать. Наблюдать и учитывать температурные особенности, какая влажность вокруг, какая день, вечер или утро, что у вас на дворе, какое время года у вас, зима, весна, осень, лето. От этого всё зависит. Наблюдать вплоть до того, что с Луной происходит, в конце концов, даже на это обращать внимание. То есть здесь нюансов очень много. Наблюдательный человек всегда найдёт ответы на многие вопросы, и будет это всё себе в голову закладывать, и в конечном итоге здоровый он будет, болеть не будет. А ненаблюдательному, сколько ты советов не давай, он всё в ущерб себе может применить. У меня такое мнение. Это вопрос. Ну да. Давай дальше. Про селёдку поговорили. Давай. Гастрономию в очередной раз затронули. Реплика в эфир от Эдгард. Солнце и баня — разные вещи. Конечно, выживают. Я не пишу. Я же пишу? Да, я же пишу. Ну да. Всё, я понял. Значит, был Великолепный солнечный удар. Но ещё раз говорю, это разные вещи, об этом мы и говорили, что баня и сауна отличаются от солнца. И если в сауну человек идёт с настроем таким, что там погреться, посидеть, чтобы получить какую-то радость от пребывания, то очень часто на солнце или в жарких-жарких джунглях человек просто становится невыносимым. Хотя он баню на ура переносил всегда, а тут совсем плохо становится. Идём дальше. Геннадий Романенко. Вопрос эфир. На днях у матери был обморок минутный. Пришла в себя, нос был синий, лицо приблизительно такое. Дали уже в больнице таблетку. Стало хуже. Рука плохо стала работать. И разговор немного хуже стал. Как можно, мать, оздоровить народными средствами? Медикам не доверяю. Простите, что задаю этот вопрос в эфир. Благодарю. Благодарю за вопрос. Если нос был синий, это говорит о том, что что-то с сердцем было не так, какие-то проблемы. Ну и лицо синее. Это нарушение кровоснабжения. Скорее всего, плохо кровь в голове приливала. И вот по тем последствиям, которые были описаны, возможно, был такой, скорее всего, в слабо выраженной форме ишемический инсульт. Что можно здесь при инсульте? Каким образом оздоравливаться? Травки попить, разряжающие, поделать массаж и пчёлок поставить. У нас целая передача по поводу этого была. Так что можно послушать. И там много чего интересного по этому поводу есть. Да, главное не запускать. Чем раньше вы начинаете восстанавливать человека после вот таких приступов, тем лучше. Это в покое, расслабление, водички и травки. Ну да, передача у нас была, так что не будем задерживаться. Вопрос эфира от Ярагора. Рират, расскажи, как избавиться от отёка к винке, например, после укуса пчелы, когда из-за него резко ухудшается кислородообмен, шея опухает. У меня есть знакомый, который чуть не отправился к процам от укуса пчелы. Ну, средство простое. Либо иметь под рукой противошоковую аптечку, там все эти медикаменты есть, то, что там вену нужно повозить и так далее. Или же, если такой аптечки нет, то просто 100 грамм водки выпиваете, ну, если это взрослый человек, конечно, вот, и всё, и попуская сразу же отёк к винке и всё остальные последствия негативного пчелыжаления, человеку сразу становится легче. Вот так. Либо же можно, либо же можно содовый, содовый раствор, но он действует медленно, там пока, пока если уже идёт отёк, то нужно быстренько вот так вот выпивать, пока ещё там может проходить. Если там прохождение пищи не затруднено, то 100 грамм, 100 миллилитров водки выпиваете, и, в принципе, на глазах тут же становится легче. Вот в данном случае это как раз тот момент, когда применение водки может быть для спасения жизни человека употребимо. Во всех остальных случаях, как практически показывают, ну, не во всех остальных, а в большинстве других случаях, это как раз уничтожение человека. Так что, как видите, мы не против каких-либо веществ на этом свете, если они есть, значит, для чего-то существуют, но надо просто понимать, вы таблетками на завтрак не питаетесь, обед себе, не насыпаете полную миску таблеток? Наверное, нет. Вот примерно то же самое и моё отношение ко всем наркотическим и отравляющим веществам. Если вы употребили это к месту, к спасению жизни человека, это одно, и это всё хорошо, и против этого вряд ли кто-то может выступать. Если же вы употребляете эти средства не по назначению, а просто ради баловства из-за своей глупости, то в этом случае тогда я на вас буду смотреть как не на совсем нормального человека. Идём дальше. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь после инсульта. Порез ног и рук заранее. Спасибо. Ну, опять же, могу посоветовать послушать нашу передачу. А так, здесь работаем над качеством крови, делаем кровь более здоровой, более жидкой, улучшаем качество сосудов, снимаем спазмы, улучшаем проходимость, вернее, проходимость, снимаем напряжение шеи, можно использовать челок, можно использовать соду внутривенную, но всё-таки рекомендовал послушать нашу передачу, там мы всю передачу только об этом разговариваем. Поэтому поищите её на канале Народного Славянского радио, целая передача была посвящена инсульту. Ну и тебя я тоже на твоём канале, ВКонтакте, тоже видел. Ну да, и у меня ВКонтакте есть, так что смотрите, найдёте. Дальше, Владимир Слав, вопрос в эфир. Проводит ли сказитель терапию пчелиными укусами? Да, проводит, с удовольствием проводит. И вот тут слушатель и зритель попал на очень длинный и подробный ответ. Да, с удовольствием проводит, по всякому поводу, скажу вам честно. Бывает так, человек придёт, и вроде бы хворь-то у него пустяковая, а вот пчелиный укус провести надо. Ну и помогает, естественно. Просто очень уж действенная терапия и во всех случаях, в принципе, во многих случаях применима. Поэтому вот сказители её частенько практикуют. И на себе в том числе. Хотя на себе часто и несознательно. То есть вот занимаются с пчёлами, а раз пчёлы лучше его знают, как его полечить, то в ухо укусят, то ещё куда-нибудь. Вот сейчас, кстати, хожу, ухо как тряпочка, мягкое такое. Ухо тряпочки, это хорошо. Зато хрящи встают на место, да? Да. Так, дальше. Пчёлы. Эй, мужик, иди сюда, дай тебе лечить воду. Казак, реплика в эфир. Конечно солёные в армии перед марш броском давали. Ну да, некоторые старшины. Тогда понятно, но просто для того, чтобы удержать воду в организме, вот тут можно было, в принципе, просто вместо солёдки просто ту же самую чайную ложку соли съесть, запить, и в принципе, был точно такой же эффект. Ну, и селёдка солёная тоже подходит. Держивает влагу в организме там. Сколько там соли пошло на одну селёдку, вот можно на стол умножить, такое количество жидкости задержит. Здесь надо просто подходить следующим образом. Если вы чувствуете, что у вас появилась такая анемия языка и такая, как бы, сухость, и хочется выпить, означает, что соли вы уже переизбытком в себя вложили, и вам необходимо пить, пить, пить много для того, чтобы у вас было насыщение организма, и вода вытолкнула из организма все эти шлаки и токсины, которые у вас накопились, и излишнюю соль от вас убрала. То есть, с точки зрения, опять же, вот если возвращаясь к солёным вопросам, в профилактике каких-то болезней зашлакованности, то вот такой вариант, и когда особенно подвижность начинается над куда-то вам идти, то может быть, да, вот соль, она может быть и полезна. Если же просто вы любите всё солёное, ну, значит, ваш организм уже настроился, и там уже он по-другому себя ведёт, и, в общем-то, без соли вам будет тяжело жить на свете. Здесь, опять же, всё очень и очень индивидуально. Вот нельзя так просто сказать, что надо тебе пол-ложки чайной, а тебе полную ложку столовой, тебе вообще половник в рот засунуть, соли, ну, вот там, каменные или какой-то ещё, и быть от этого счастливым и здоровым, здесь, наверное, нельзя. Индивидуально всё. А вот ещё в других родах войск, ну, допустим, там какое-то специальное назначение, они воду пьют на ночь в больших количествах, а утром вообще целый день не пьют. Когда вот принимают участие, допустим, в каких-то действиях, проводящихся в жаркой местности, они воду пьют на ночь, и потом целый день ничего не пьют, но на ночь пьют много воды. И если человек здоровый, допустим, у него там нет больных почек, то если он на ночь упивает большое количество воды, она распределяется по организму, и следующий день он, в принципе, чувствует себя нормально. Так что тут даже не обязательно есть солёную по утрам перед мордорожком. Так, Тимофей, вопрос эфира. Арират, какие травы помогают работе щитовидной железы? Благодарю. Ну, работе щитовидной железы прежде всего помогают травы, направленные на улучшение функциональных способностей почек, ну, и разминание шеи очень хорошо помогает. Потому что какие бы травы ни использовали, если кровоснабжение щитовидной железы нарушено, то там пейте, хоть запейтесь, от лука в субботу этого не будет. Поэтому прежде необходимо снять напряжение шеи и, в принципе, даже не обязательно какие-то травы там использовать, потому что основная проблема щитовидной железы, которая диагностируется на УЗИ или где-то ещё какие-то образования, там УЗИ, там ещё и тому подобное, они снимаются, в принципе, уходят при восстановлении кровоснабжения щитовидной железы, даже какие-то, может быть, травы не обязательно пить. А если уж есть какие-то боли, значительно узелки, то они убираются при помощи аутогемотерапии на области щитовидной железы, то есть под кожей штыльцом аккуратненько так подкалываем кровь, но это очень ювелирная работа, и если вот нет какого-то опыта, я всё-таки не советую это делать, потому что можно там попасть на большой вред. Вот так вот, поэтому специальные какие-то травы для щитовидной железы, в случае, если кровоснабжение её нарушено, я считаю, что толку нет пить. А если кровоснабжение её восстановлено, то тоже считаю, что особо нет смысла пить эти травы, потому что при наличии нормальной крови нормальное кровоснабжение щитовидной восстановится. Единственное, можно попить какие-то травы для стимуляции печени, потому что при улучшении функции печени, соответственно, автоматически будут улучшаться функции работоспособности щитовидной железы. И, может быть, есть какие-то травники, которые придумывают особое значение некоторым травмам, что они помогают непосредственно для щитовидной железы. Но в большей степени, если разобраться, наверняка это травы, которые используются при нормализации работы почек или печени. Но опять же, если печень работает неправильно, это говорит о том, что вы что-то делаете в жизни неправильно. И с точки зрения своего отношения к другим людям и к жизни вообще, с точки зрения еды и с точки зрения образа вообще жизни. То есть у вас может быть образ жизни неподвижный, к примеру. Вы едите то, что вредно для вашего организма. Вы можете реагировать на других людей, очень сильно раздражаясь, обижаясь на них или желчь какую-то себе накапливая против кого-то, кем-то быть недовольным. Вот эти все факторы, они влияют на плохую работу печени и вообще всего организма. И поэтому здесь одними травками не обойтись. Здесь необходимо комплексно подходить к этому вопросу и понимая, что, в общем-то, те, кто вас не устраивает, это проблемы их, этих людей, которые вас не устраивают, а не ваши. То есть надо понять, что каждый человек творит своего счастья. И если они вас чем-то не устраивают, это ещё, во-первых, не говорит, что они плохие, а во-вторых, это может быть просто говорит о том, что вы кого-то не понимаете. А во-вторых, если они сами негодяи, то в этом случае это их уже проблемы. Просто это надо осознать. И когда вы это осознаете, как-то вы будете более спокойно относиться к тому, что они делают, и будете делать те вещи, которые вам более нужны в этой жизни. Ну, а там дальше начинать смотреть за питанием, смотреть за своим подвижным-неподвижным образом жизни. Может быть, как-то, как Арират рассказывал, делать висцеральную терапию, опять же, печёночку свою гладить, прожимать её. Здесь много чего интересного. И тогда другие органы, в том числе и щитовидка, будут себя чувствовать более хорошо, более комфортно. Так, дальше. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Арират, очень интересно узнать у тебя, какая может быть причина колющей боли в левой пятке женщины? Благодарю. Ну, причина в колющей боли левой пятки женщины, наверное, точно такая же, как была бы и в левой пятке у мужчины. Вот. В левой пятке у человека. Обычно это отложение кальция в простецком выражении шпора. То есть, обычно колющей боли в левой пятке у людей вызывается. если появление такое заболевание, как шпора, что можно делать? Я рекомендую такой способ. Берете в какую-нибудь чашечку, наливаете йод, ну, так, чтобы он заполнил чашечку наполовину, и затем опускаете вот эту чашечку, помытую распаренную пятку, ну, и держите там 10-15 минут. И вот так вот ежедневно делаете, пока не пройдет. Проходит обычно за 2-3 применения. вот так можно делать. Ну, и на самом деле еще существует масса всяких разных рецептов, а шпор, а вообще причина это нарушение кальциевого обмена в организме. То есть, опять нужно заниматься почками, восстанавливать их функциональные способности. И задать себе вопрос, а не кушает ли человек, у которого нарушен кальциевый обмен, слишком много, например, молочных продуктов того же самого творога, к примеру. Обратите внимание, а седые у него волосы или не седые? Женщина, например, красит волосы или нет? Красит по какой причине? Седые они стали или не седые? Это тоже указательно то, что что-то неправильно происходит в организме с точки зрения обмена кальция. В общем, опять же, всесторонне надо подходить, потому что убрав шпору один раз, ну это всё здорово, отлично, но ведь это проявление того, что в вашем организме вообще происходит. Здесь вы её чувствуете, да, чувствуете, наступаете, но ведь что-то аналогичное может вырасти где-то в другом месте, где вы не так это явно будете чувствовать. И в конечном итоге просто будет удар. Ну, к примеру, по тем же самым почкам может быть удар, там ещё почему-то позвонки могут работать, начать не так. А это уже будет более серьёзно. Так, дальше. Вопрос эфир. Дополнение от Марии. Захар, вы посоветовали грелку горячую. Если сфинктер оди не расслабляется, оди написано не расслабляется, а после кесарево сечения можно грелку прикладывать, если прошло уже шесть лет. Мария, вы знаете, если после кесарево сечения там у вас всё заросло за эти шесть лет, то тогда, конечно, можно прикладывать. То есть, если там у вас каких-то воспалительных процессов, распространившихся на весь живот и на эпигастроногу, в том числе, нет, тогда грелку, конечно, можно смело прикладывать. В общем, грелку она прикладывает тогда, когда у вас каких-то явных патологий уже с точки зрения хирургических вмешательств не обнаружено. Ну, в шесть лет достаточно большой срок. Если там всё нормально, то в этом случае почему бы и нет. Да-да. Вопрос, как говорится, в таких случаях проконсультируйтесь с врачом, да? Вот я с тобой и консультируюсь. Вопрос эфир от Косички из Ярославля. Добрый вечер! Давно ждала эфира с Ари Радом. Подскажите, как избавиться от тёмных кругов под глазами? Каковы могут быть причины? Они у меня с детства. делаю чистки, стараюсь правильно питаться, пить достаточно воды, делаю массаж, занимаюсь спортом, но ничего не меняется. Дайте совет, на что обратить внимание. Благодарю! Благодарю за вопрос, Косичка. Это опять вопрос из области терапии почек, потому что вообще выделительные системы, орбитальная область глаза, то есть глаз и всё, что вокруг него, имеет отношение к почке. Если там появляются какие-то проявления, то необходимо обращать внимание на работу выделительной системы, на почке, на мочевой пузы. В частности, если есть такие вот тёмные круги под глазами, обычно это свидетельствует о том, что почки не справляются с выведением токсина из организма. Вот всё, что вы перечислили, это, конечно, хорошо. Ещё очень важный момент, сколько вы спите, потому что организм человека обычно восстанавливается во сне. И если при всём том, что вы перечислили, вы спите мало, а женщинам необходимо, я так иногда полагаю, что вы женщина, если вы называетесь, косичка, женщинам необходимо спать порядка 8 часов, не меньше 8 часов в сутки. Если спите меньше, то организм недополучает. Плюс здесь очень важно понять, какой pH-заряд вашего моча имеет с утра, потому что с утра моча должна бы иметь кислотный или слабокислый характер. Если она же, допустим, нейтральная или щелочная, значит, организм за ночь не восстанавливается. Здесь нужно также понимать, какие качества лимфы. Густая она у вас или жидкая, то есть гелеобразная или жидкая. Если, опять же, лимфа такая гелеобразная, то ей сложно выводить из себя все эти продукты метаболизма нашего организма. Вот обратите внимание на лимфу, обратите внимание на работу выделительной системы и на время сна. Может быть, если вы спеете, еще здесь напишите комментарий, сколько вы спите, и какое количество воды вы выпиваете за сутки все-таки, именно воды, не чая, супа и так далее, а именно воды. Возможно, вы пьете очень много чая, может быть, вы очень много супов кушаете и так далее, но, тем не менее, именно воды недополучаете. Плюс вы пишете, вы правильно питаетесь. Имеет еще большое значение, какими объемами вы правильно питаетесь. Потому что, если вы будете кушать большими объемами даже самую полезную пищу, не то, что большими, а такими объемами, которые являются чрезмерными для вашего организма, то вы все равно будете вызывать пищевую интоксикацию. При этом, если, допустим, вы не употребляете животный белок в пище, при этом не употребляете горечи, то, возможно, у вас нарушен отток желчи, и тогда происходит нарушение функциональной способности тонкого кишечника. И вот из-за этого может уже появляться пищевая интоксикация при том, что вы ведете в принципе здоровый и правильный образ жизни. Здесь все кроется в мелочах. То, что вы написали, не говорит абсолютно ни о чем. Нужно каждый тот момент, о котором вы написали, его разбирать в подробности. Потому что, если вы что-либо из этого делаете, либо не доделаете, либо делаете немножко неправильно, то это как раз-таки может отражаться. Плюс, может быть, у вас с самого детства есть черви в кишечнике, которые живут и с самого детства насыщают ваш организм токсинами, то есть продуктами своей жизнедеятельности. Очень много нюансов и с каждым пациентом подробно нужно разбираться. Более того, когда пациент, например, может претендует на звание какой-то загадки, то есть вот я все правильно делаю, тем не менее, у меня вот есть такая дисфункция. То здесь, конечно, нужно все подробно разбирать. Вот так. Да, вот ты рассказывал, я так думаю, ведь некоторые черви, паразиты, они живут с человеком практически всю жизнь. Бывает так, что говорят, ну вот я все делаю, 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 вот с детства у меня вот это. И неоднократные были случаи, когда именно убрав червей уже в взрослом возрасте вдруг уходили те проблемы, которые с детства присутствовали. То есть где-то там в детстве человек цеплял какую-нибудь дрянь внутри себя, у него что-то образовывалось. И вот этот вот паразитёныш, он жил, также рос с младенческого возраста, с этим человеком, человек все время болел, болел, потом привыкал уже, ну да, ну там круги под глазами, да, какая-то сыпь вылезает. Ну, изо рта что-то там пахнет, или там что-то еще, мало ли, да, там вопросов. Ну, а потом выяснялось, что оказывается, это у него давнишний уже какой-то там товарищ глист жил, вместе с ним уже побратался. и убрали этого глиста, и вдруг у него там здоровье стало улучшаться. Вот, поэтому здесь вот то, что сказал Арират, очень правильно, и надо всесторонне рассматривать, вплоть до паразитов. А может быть, начиная как раз с чистки, начиная с них, родимых. Ну да. Так, дальше смотрим, какие вопросы еще у нас здесь есть. Максим... Шкарбан, да. Шкарбан, да, вопрос в эфир. Арират, какие есть действительные способы вывести камни из желчного пузыря размер 2,5 сантиметра? Благодарю. Ну, для того, чтобы вывести такой камень из желчного пузыря, его для начала нужно размягчить, размягчить его можно в том случае, когда привести качество желчи к щелочному, то есть желчь должна иметь щелочную среду, а это как минимум нормализовать функции печени и употреблять достаточное количество жидкости, то что значит нормализовать функцию печени? Это размятие руками, расслабить, чтобы снять все болезненные ощущения, потом пить побольше водички, вот, затем можно использовать ультразвук, можно использовать пиявок, можно использовать свиную желчь, разведенную на водке, можно использовать черную редьку с медом, то есть способов самого размягчения достаточно большое количество, а тут еще нужно понимать какого рода камень, потому что вот эти вот кальцинаты, они тоже будут разные, и в зависимости от этого можно использовать траву, допустим, корень шиповника, он в любом случае в принципе растворяет любые камни, которые есть в организме, также и корень барбариса, примерно такое же аналогичное действие имеет, ну и другие травки, поэтому способов растворения камня много, нужно иметь полное представление об этом состоянии, в каком состоянии находится желчный пузырь, в каком состоянии находится печень, и вот после этого уже принимать окончательное решение, так можно что-нибудь немножко неверно сделать, если этого не знать, плюс, когда мы можем начать применять какие-то вот эти вот средства, они иногда стимулируют выделение желчи, можно камень сдвинуть, и он большой в принципе, он в холеброх, то есть желчный проток не попадет, не забьет его, но тем не менее нужно понимать, сдвижим этот камень, не сдвижим, то есть тут нужно иметь много данных, чтобы так на сколько ответить, да, вот делай раз, делай два, можно, конечно, но не всегда это будет правильно. Еще надо обратить внимание, что УЗИ показывает просто некий объект, и этот объект может быть не цельным, он может состоять как гранат из маленьких других склеившихся между собой таких объектов. Свой опыт, мне врачи говорили, что тебе надо удалять желчный пузырь, сказали, вот что, через два месяца к нам приходи, мы тебя вырежем, все в один голос заговорили врачи, у меня выходило три раза, вот за три сеанса, я из себя выводил этот камень, вот это было мучительно, больно местами, несмотря на какие-то там принятые действия, вот три раза, а не даже четвертый раз, выходил четвертый раз последний, как же ты выводил, расскажи нам. О, нет, это отдельная передача должна быть, это за две минуты я не расскажу, в общем, первый он просто выходил сам по себе, я никогда не подозревал, что у меня вообще может быть что-то вот в поджелудочном, ой, в желчном пузыре, вот, и когда приперло, в больницу я приехал полужелтый, полузеленый, вот, своим, своим ходом, вот, и долго-долго, первый вышел там же, прямо при приеме, при обследовании УЗИ, первый кусочек вышел, я думал, что все этим закончилось радостно, я потом УЗИ сказал, что нет, нет, у вас еще там около трех сантиметров что-то находится, вот, и вот такие вот около трех сантиметров, там два-два с половиной, несколько раз показывались, ну, в общем, выходили они один за другим, где-то там, сначала там через неделю вышел, потом через месяц, потом еще через какой-то срок, и уже последний камень я провожал радостно и довольный, счастливый, зная, и грелки там были и всякие там касторки, и расширительные вот эти вот препаратики и прочее, прочее, прочее. И, кстати, для профилактики потом в дальнейшем, чтобы это все убрать, я использовал черную редьку с медом, но не как вот многие просто выковыривают серединку, а я почистил черную редьку, которая такой, ну, с кулачок, такой большой кулачок, вот, потом ее на терке натер, положил в баночку стеклянную, залил ее медом, закрыл, потому что она пахнет, когда с медом свиняется, она очень так пахнет неприятно, вот, и она вот настоялась, и после этого с утра в обед и на ужин натощак употреблял по ложке столовой, заканчивалась баночка, новую сделал себе, и вот две таких банки были употреблены, то есть, несколько редик пострадало черных при этом, но вот, больше там камешков не обнаруживается. Да, и, кстати, некоторые фрукты и овощи, имейте в виду, влияют на возникновение камней, то есть, были случаи, когда человек отказывался от бананов, которые сейчас очень популярны, и у него камешки сами собой рассасывались, сами собой выходили, вот, без операций, так что имейте в виду, некоторые овощи и фрукты у людей, которые думают пересесть на сыроедение и всё остальное не нашего происхождения, заморского, они ведут за собой возникновение различных неприятных последствий в организме человека. Вот это вот надо всё тоже учитывать. Таруса, Рират, как можно к тебе попасть на приём? Вот, да, кстати, как к тебе на приём можно попасть? Вот я к тебе на приём так и не попал. Ну, ты ещё попадёшь, понять, что ты попадёшь в полную реакцию. Ух ты, какой! Ты мне угрожаешь, доктор, ты мне угрожаешь? Да. Вот, а так вообще приезжайте в Ростов-на-Дону, звоните, вот, и приходите на приём. Там в интернете есть мои контакты, можно найти и позвонить или написать, и можно организоваться, придётся. На vk.ru, ой, да, вконтакте заходите, набирайте «Захар Белинский» и будет вам счастье. Ну да. А дальше по содержанию чата вы поймёте, туда попали или не туда. Людмила Макарова пишет, а как вылечить седые волосы? Ну, седые волосы вылечить, лучше отказаться от употребления молочных продуктов, в частности, урага сыра, в том числе, ну и молока, размять хорошенько шею, начать пить перекись водорода, одна чайная ложка перекись водорода на стакан минеральной естественной газации, и крутиться на диске здоровья против часовой стрелки. Вот можно так попробовать. Ну, как один из вариантов, да. И ещё очень хорошо, у меня один знакомый тоже рассказывал, говорит, я стал, когда заниматься, вот есть мудро, представители Марата Дениса у нас несколько раз были, вот когда у них стал заниматься практики духовного развития, работа с энергиями, там, каркасы и так далее, энергетический, вот он стал делать такие установки, установки вот на своё тело, ну, он говорит, слушай, у меня это волосы стали по-другому там расти, другой цвет у них, то есть он так и дал установки, но я там заметил, что он ещё меняется в других вопросах, помимо установок, так что комплекс надо подходить, и мысль, и питание, и движение, всё, оно должно быть в взаимосвязи, главное, чтобы у вас радость в жизни была, радость может только в том случае у вас быть, если вы понимаете, для чего вы живёте, здесь, на земле, если вы этого не понимаете, никакая работа, никакие бонусы, премиальные там зарплаты, вам радости в жизни не дадут, вот если вы живёте по божественной программе, понимая, зачем вы живёте, для чего, вот тогда у вас будет радость в жизни, всё остальное, это так, фиксы радости, русский, так себя он называет, пишет, здравствуйте, у ребёнка полтора года было три операции на сердце, одна полостная, кривошея, затем сколиоз, потом гидроцефалия, ДЦП и сутроги, в голове шумит, в шее, трахеостома, в голове не шумит, в голове шунт, а, шунт, прошу прощения, в голове шунт, да, 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 трахеостома, как лечить такое, в общем, такой комплект здесь представлен, и у меня волосы зашевелись на голове, ну, если вопрос философского характера, то есть, как такое лечить, да, то здесь можно лечить взаимоотношения между родителями, прежде всего, вот, а что касается конкретного ребёнка, то, по всей видимости, исходная причина вот этих всех состояний опять кроется в области низа живота и в том напряжении, скорее всего, есть, в общем, какой-то спазм, либо напряжение, либо какая-либо дисфункция в области мочевого пузыря, и оттуда всё пошло. Это было изначально, вот, отсюда же пошло сердце, потому что почки, почки опосредованно воздействуют на каракидно-синусовый узел, вот, нервный узел, который управляет работой сердца через эти вот два точки агиса, и отсюда, скорее всего, пошли перебои в работе сердца, потом, что там пишут, кривошея, кривошея, опять же, я сколько раз говорю, что вот эти вот все моменты, опять же, связаны с почками, вот, затем сколиоз, ну, сколиоз возникает тогда, когда изменяется положение таза, положение таза изменяется, когда происходит смещение одной, одной, там, ну, в общем, когда происходит смещение почки, таз немножко смещается, то, чтобы искусственно эту почку как бы поднять, чтобы динамика мочи была одинаковой, вот, когда таз сместился, появился сколиоз, потом гидроцефалия, гидроцефалия, и вот дальше там пишут ДЦП и там судороги, в голове шунт, то есть в голову шунт ставится для чего? Для того, чтобы оттекала спинномозговая жидкость нормально, там возникла гидроцефалия, то есть возникла проблема с оттоком внутричерепной жидкости, появилась вот такая вот штука, а проблема с оттоком спинномозговой жидкости, опять же, возникает из-за проблем с ее усваиванием в области мочевого пузыря, и вообще, изначально, прежде чем все вот это вот делать, может быть, я не претендую ни на что, но может быть, просто нужно было размять область мочевого пузыря, наладить там усвоение, нормальный ток, вернее, наладить работу почек, снять напряжение с мочевого пузыря, и вот все то, что пишут дальше, возможно, этого всего могло бы и не быть. Так что, думаю, что здесь прежде всего нужно лечить родителей. Ты знаешь, я с тобой полностью согласен с тем, что ребенок, если у него какие-то болезни как минимум до 6 лет, то в этом случае эти болезни указывают на какие-то проблемы, которые были между родителями со здоровьем родителей, с отношением к здоровью родителей еще до рождения. Да, даже хотел сказать, ты уже сказал, но в любом случае вот тысяча процентов, что мама этого ребенка, я так думаю, достаточно сильно страданула во время того, когда была беременна, вынашивала плод, и вот эти все последствия они передались ребенку и они начали возникать еще во внутреннем трудном развитии. Возможно, было у него достаточно большое количество стрессов, страданий, переживаний, почему бы. Нужно разобраться, что там происходило с ней в этот период и вот оттуда ноги растут, начинать оттуда распутывать этот клубок. Но в любом случае, прежде всего, чтобы ребенок выздоровел, нужно, по-простецки говоря, у нас же народное радио, говоря народным языком, лечить голову родителям. Да, здесь вот такой в клиниусе с тобой очень интересный разговор, который касается именно уже не самого пациента, а его окружения, в первую очередь его родственников. Ребенок, если он болезненный, он создает страдания для его родственников, для его окружения. Это говорит о том, что это ну не наказание, здесь вряд ли, а некое следствие для тех, кто его окружает. То есть для мамы с папой правильно ли было отношение вообще к жизни? Употреблялись или не употреблялись какие-либо наркотические средства, алкоголь, табак, например, да, или ещё что-то? Были какие-то отравления? Был ли вообще правильный подход к жизни? Может быть, что-то там не так с окружающими людьми себя вели? Здесь, может быть, обидчивость была очень большая и так далее и тому подобное. Здесь надо смотреть, почему именно вот такой болезненный ребёнок пришёл в эту семью. И он указывает на проблемы, которые есть в первую очередь у родителей. И часто бывает так, что болезненные дети, они остаются с родителями на всю жизнь уже как именно указатель того, что, ребята, надо вовремя думать о том, что вы делаете. Вот. Но я согласен с тобой, что как бы то ни было, ребёнку надо помогать, а помогать надо именно с того, что является основой жизни. Основа жизни у нас — это живот, потому он называется живот, жизнь. Если там какие-то проблемы, то в этом случае они будут по всему телу раздаваться, что мы сейчас, в общем-то, и видим. Дальше. Антон, здравия всем, доброй ночи. Вот. У человека уже ночь, у нас ещё пока... Ну, хотя уже большинство ночи, да. У меня тоже ночь. Да, у нас с тобой ночь на дворе. Но есть те, где только солнышко всходит, да? Итак. Доброй ночи, добра и света. Благодарю Арирада. Арирад, знаком ты с Истемирой? Нет, не знаком. Не знаком. Ну, идём дальше. Косичка. Вопрос эфира. Ещё раз благодарю. Сплю много, 9-10 часов. Много чая пью, стараюсь ограничить себя. Воды пью полтора литра, вес 53 килограмма. Подозреваю, что всё же наличие паразитов. Что скажешь? Ну, воды пьёт мало. При весе 53 килограмма нужно пить больше двух литров. Вот. Ну, то, что спить много, это тоже нехорошо, потому что человеку необходимо просыпаться где-то в районе пяти половины шестого. Если она это время просыпает и, возможно, просыпается в девять, то пропускает весь гормональный старт. И тут, конечно, тоже регенерация и прочее может страдать. Поэтому 9-10 часов хорошо, но при том условии, если она, допустим, в девять вечера спать ложится, тогда в шесть часов просыпается, допустим, это нормально. А если ложится в 12, в 10 просыпается, это, конечно, проблема. То, что много чая пью, это не самый лучший вариант, лучше много воды пить. Надо еще уточнить, во-первых, надо уточнить, какой чай пьет человек, да? Ну да. Потому что и чай, чаю рознь. Есть китайский чай, неважно, зеленый он или ферментированный, черный, все равно он китайский, он не наш. А есть наши, так называемые чаи, которые более правильно называть травень или здравень. Вот это на основе Иван-чая того же или других каких-то трав, ферментированных, как правило. И вот в этом случае тогда это будет две большие разницы. В одном случае вы будете получать просто допинг, который будет теребить ваше тело, потому что там очень много веществ, раздражающих и вызывающих какие-то определенные реакции, я имею в виду, про чаи, вплоть до наркотических средств, там веществ присутствуют, чай, кофе и прочее, потанцуем. А есть здравень и нетравень, которые не содержат вот этих веществ, но при этом они благотворно воздействуют на организм женщины и мужчины. Вот. И если правильно распределять это питьё, то в этом случае тогда вы можете иметь множество различных трав ферментированных, из них делать различные травни, и, в общем-то, будете чередовать, у вас не будет привыкания, и в этом случае у вас будет постоянная минерализация тела вот теми природными ферментами, которые, природными элементами, вернее, которые в ферментированных вот этих травках уже будут присутствовать. Ну, или не обязательно даже ферментированных, а можем просто с грядочки дополнять. Например, то же самое душицу, мятку там и что-то ещё. Вот. Поэтому здесь дано смотреть, что происходит. И, опять же, когда спать? Спать можно 9 часов днём, например, да, весь день проспать, но от этого толково. Никакого хорошего, в общем, ничего не будет. А можно ложиться с заходом солнышка и вставать с рассветом. Тем самым вы будете набираться сил и будете жить по солнышку. Идём дальше. Русский пишет, почему так много детей с аутизмом? И ответ, наркотики исключены, родители верующие очень. Ну, почему так много детей с аутизмом? Это вопрос не ко мне. Может, урода спросить или там ещё? Да нет, ответ-то очень нет. Ответ очень простой. Дело в том, что аутисты стали появляться в большом количестве уже в нашей современной цивилизации, так называемой. Это послевоенные годы. До этого аутизм присутствовал, но в значительно меньшей степени. Так же, как и многие другие заболевания, ДЦП, дебилизм и прочее, прочее, прочее. Необходимо просто посмотреть за образом жизни людей, что происходит. Любая болезнь это следствие чего-либо в обществе в первую очередь, которое родители в себе вынесли в этого ребёнка, принесли в этого ребёнка, когда его создавали. Поэтому аутизм это обычная реакция на то, как вообще люди живут, что они употребляют. Если вы много кушаете, например, тех продуктов, где находится много консервантов, усилителей вкуса, и выпиваете какие-либо там вещества, наркотиками многие не считают, алкоголь, например, но это наркотик, отравляющее вещество, или покуриваете, или ещё что-то, употребляете много мясного, что в послевоенное время стало уже на промышленные масштабы такие очень серьёзные выводиться. Хотя, говорят, при Сталине тоже были фермы. Да, были фермы, но только немножечко по-другому все действовали. Ещё помнится рассказы о Хрущёве, когда он приехал в Америку, увидел эти фермы, которые выращивали бройлерных кур, и выращивали бычков и всех остальных. И он удивлялся, это же нерационально. Как же так? Эти же курицы могут нести яйца, а вы их даже яйцо нормально не снесли, вы их уже под нож, и ему там рассказывали, нет-нет-нет, есть норма такая. То есть, это говорит о том, что фермы были во времена Хрущёва и Сталина, и до него совсем другие. Сейчас уже пошло производство с добавлением много чего. Поэтому надо смотреть всестороннее. Аутизм — это выход из той реальности, которую вы кому-то навязываете с точки зрения и химии, с точки зрения и мировоззрения, с точки зрения и образа жизни, да со всех образов жизни. Поэтому аутизм есть и аутизм. По поводу наркотики верующие, что ты скажешь? Наркотики верующие? Ну, здесь было сказано, что наркотики исключены, родители верующие очень. Ну, верующие, значит, верующие исключены, и нехорошо, что исключены. Что ещё можно сказать? Нет, имеется в виду, это про ребёнка, когда у ребёнка столько проблем там, да? А-а. И мы с тобой рассказывали, что это, скорее всего, может быть, воздаяние за дела прошлой, и я употребил употребление наркотиков. Здесь было написано про наркотики. Но ведь наркотики — это не только то, что вену себе ширяет, а не то, что там покуривают где-нибудь и веселятся. Ну, я вообще не связываю никаким образом такие понятия, как вроде бы верующий человек, его здоровье. Это вещи, которые между собой никаким образом, в принципе, ну, вот в таком контексте, как вы говорите, не коррелируются, то есть не связаны. На самом деле они, конечно, связаны, но они связаны глубинными процессами. Здесь имеет значение реальные процессы веры, то есть то, что человек декларирует, или то, что вы видите со стороны, что он вроде бы имеет все и всевозможные атрибуты того, как выглядит верующий человек, как он действует, что он делает и так далее, что он говорит, это одно. Но вы же не можете загнуть его в душу и верить тому на самом деле, потому что если человек истинно верующий, они будут даваться там, в кого он верит и так далее, как зовут тех, кому он возносит свои молитвы, это ослабление, но верующий человек, он верит не в Бога, он верит Богу, и он понимает, что все события в его жизни, они все справедливы, все идут ему во благо. И прежде всего такого человека можно узнать по радостному мировосприятию, ощущению, вне зависимости от того, что с ним происходит, в какой ситуации он находится. Если же человек впадает в умение, и он, как вы написали, такая ситуация не очень хорошая у ребенка, и не знает, что делать, если родители не унывают, то они неверующие, я вам скажу. Если вам даже кажется, что они верующие, при этом они унывают, исходя из состояния своего ребенка, плачут, переживают по этому поводу, они на самом деле неверующие, потому что если бы у них была вера на грош, на самом деле, и они допускали о том, что все, что происходит с человеком, это есть Божья воля, скажем так, то что тут тогда горевать? А здесь уже получается, что просто их собственные представления о том, как бы им хотелось, чтобы развивались события, их жизнь не сходится с теми обстоятельствами, которые преподносит им, скажем так, Бог, и они с этим не согласны. Тут получается, что они благоборцы. И если они уже как бы так даже противятся воле Бога, что Бог вот так вот уже их посылает им чада такого образа, и при этом они начинают его, извините, это мое личное мнение, но вот таким образом калечить, делают ему три операции на сердце, ставят трахеостому, еще пойдите-ка, сделайте себе три операции на сердце, трахеостому, шунт в голову и так далее, и походите, я посмотрю на вас, как вам будет. Может быть, этому ребенку, как бы это ни звучало, может быть, сейчас, но суждено было появиться на свет ради того, чтобы, может быть, зажечь какую-то искру в их сердцах и уйти, условно назовем, опять же, творцу к создателю, но вы, может быть, родители своими усилиями, своими желаниями держите его здесь, хотя, возможно, суждено ему и быть рядом с творцом. Может быть, я не знаю, конечно, не удаюсь, тема такая уже серьезная, но здесь нужно затрагивать не внешние атрибуты, по которым можно судить о верующий человек, не верующий, а те внутренние процессы, которые происходят с человеком, потому что, когда сталкиваешься с лечением людей, с вопросом этим, нужно очень четко себе понимать и представлять, где ты действительно можешь помочь, а где ты идешь против воли творца. нужно очень четко эту грань понимать, и когда ты начинаешь нарушать эту грань, с тобой тоже могут начать происходить всякие неприятные штуки. Так что здесь очень важно. Так, вопросов мы больше не принимаем, у нас уже подходит дело к заключительному этапу. В общем, да, тему мы подняли очень-очень серьезно, и многие даже не готовы ее воспринимать. Я часто встречаюсь с людьми, которые на себе носят какие-либо знаки какой-либо религии, но при этом ведут себя совершенно противоположно от божественного. Вот, к сожалению, вот я начинаю разговаривать, вот примерно в них проявляется то, о чем ты говоришь. То есть они, обращаясь к Богу, как им кажется, они тем самым не воспринимают те знаки, которые от Бога к ним приходят через людей, через детей, через родственников. И они готовы стоять, конючить у Бога что угодно себе, хорошего мужа, хорошую жену, хорошего зятя, хорошую заловку, кого угодно, ребёнка, молиться за что угодно, за здоровье, чтобы не пил, не курил, за что угодно. Но при этом отвергают то, что это знак, который тебе дан для того, чтобы ты обдумал что-то в этой жизни и перешёл на другой уровень своего понимания, развития, они начинают, как ты правильно сказал, богоборствовать, они идут против Бога, против божественной воли. Вот здесь очень тонкий вопрос, потому что бывает часто ребёнок приходит для того, чтобы родители проявили какую-то силу воли и сделали его здоровым, помогли ему здоровье обрести. А бывает наоборот. Ребёнок приходит какие-то проявления, они проявляют проявление нездоровья якобы у ребёнка. Родители из-за страха бегут и что-то делают, из-за страха обращаются в религию какую-то, из-за страха. И потом они начинают, постоянно находясь в этой религии, бегать по врачам, бегать к каким-то там священным знаком, символам, к иконам, к чему угодно, к кумирам, к чурам, к чему угодно. И всё время молятся, 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 вместо того, чтобы просто понять и осознать, для чего им это было дано. И страх им затмевает глаза. То есть первопричина большинства проблем людей это страх, навязанный нашей современной цивилизацией. Вот. Второе, вторая проблема это просто потребительское отношение. Вот я тебе деньги заплатил, сделай. Я вот деньги заплатил, сделай. И не понимает, что деньгами всё не решается, к сожалению. Да. Ну ладно, давай будем заканчивать сегодняшний наш эфир. Да, по поводу там наркотиков, наркотиков, у меня есть, опять же, достаточно большое количество знакомых, людей, которые до того, как какую-то религию войти, вели очень такой праздный образ жизни, скажем так, вели очень лёгкое, мировоззрение такое у них было, очень лёгкое к жизни. Они не понимали, для чего они в этой жизни что-то так творили непонятное. И потом, в один определённый момент, они якобы прозревали. Но, друзья мои, всё, что делалось в молодости, оно всё уже наложило отпечаток, как и, как сейчас принято говорить, кармический отпечаток, то есть будущий, энергетический, и физиологический. И поэтому всё, что будет происходить дальше, даже если вы будете очень верующие, вам всё равно придётся это отрабатывать. Мало того, ещё такое же дополнение, если мы эту тему раскрываем. Очень много в различных религиях мировых людей, которые, находясь даже в монастырях, казалось бы, монастырь — святое место, где человек живёт, страдает от различных заболеваний, таких, например, онкология, то есть умирают от онкологии. Я задался вопрос, ну как такое может быть-то? Ну, казалось бы, священное место, человек находится в таком покое, он общается, как ему кажется, с Богом или кем-то ещё с высшими силами. Почему онкология? Ведь онкология, в большинстве случаев, возникает, когда человек себя чем-то разрушает. Я там не беру отравление или облучение, но когда себя он разрушает какими-то мыслями. И когда я проанализировал то всё дело, я понял, что большинство монастырей, пришедших, ну религии, пришедших на Русь, там есть одна тонкость. Там есть обуздание своей физиологии, то есть загон своей физиологии в какие-то рамки. Не восприятие мира, какой он есть, не ведическое отношение, русское ведическое отношение к этому миру, какой он есть, не восприятие того, что есть, не любовь, как мировоззрение, которое принимает всё, а именно уничтожение своей физиологии, подчинение её, содержание в жёстких руховицах. И физиология протестует. То есть человек находится в неком внутреннем противоборстве с самим собой, в напряжении с самим собой. И отсюда идут многие заболевания, которые вот даже, казалось бы, в монастырях, в таких святых местах очень ярко бывают проявлены. Потому что усмирить плоть-то можно, но плоть-то всё равно будет сопротивляться и будет пытаться как-то себя проявить в этом мире. И здесь возникает конфликт душевного, духовного и физического. Ведический и русский подход подразумевают то, что не должно быть конфликта. Плоть должна подчиняться добровольно, осознанно Высшему, потому что Высшее породило его для какой-то миссии или какой-то цели. Если мозг, как представитель плоти, всё это понимает, то в этом случае конфликта не возникает. И многие болезни, как у самого человека, так и у его потомства, просто уходят, а не отсутствует, их больше нет. Вот это вот надо понимать, осознавать. Мне кажется, так. Ну что ж, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Здоровье, жаркий период времени лета. Что можно в заключении сказать нашим слушателям, зрителям? Благодарю за предоставленную возможность. Почему-то возникает такой вопрос, вернее, не вопрос, такие мысли в голове, когда в закно барабанит гроза. В общем, народ, держитесь, народ, прорвёмся, ещё будет на нашей улице праздник и на нашем небе солнышко. Всех благ, всего доброго вам. Хорошо. Да-да-да, я вдыхал как раз, чтобы набраться ещё и какой-то мысли, вдохнуть, вдохновение, чтобы произошло. Ну что ж, друзья мои, эфир наш подходит к концу. Тема, казалось бы, здоровью жаркий период времени лета. Ну какая? Ну тема и тема. Поговорили о солнечных ударах, об укусах, порезах. Ну казалось бы и всё. Так нет же, вот не сидится нам спокойно с Захаром. Всё нас куда-то тянет высшие какие-то материи, высшие энергии, высшие слои, да, на небеса туда, повыше к божественному. Ну уж извините, может быть, вы ожидали что-то другого, а может быть, наоборот, не ожидали, услышали, ух ты, а может сказали, ну дураки вы все, такую чушь там морозите, кто его знает. Ну так или иначе, передача у нас состоялась, хороша или плоха, судить не нам, вы пишите, пожалуйста, в своих комментариях, от них мы будем отталкиваться и уже будем делать какие-то, может быть, поправки или рассматривать новые темы в следующих наших эфирах. Ещё раз напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 4 июля 2017 года, вторник, дальше говорю, медленно и разборчиво, третий день месяца получения даров природы 7525 лета, понедельник, по одному из старинных календарей. Здоровье в жаркий период времени лета такова была сегодняшняя тема нашего живого эфира, автор-сказитель Захар Белинский Ари Рад. Я благодарю тебя, Захар, за очередное присутствие у нас на радио. Ты уже чувствуешь здесь как это у себя дома. Да, уже всё хорошо. Благодаря вашей команде я, конечно, чувствую себя как у себя дома и очень рад каждой возможности выступать, общаться с народом, что-то делать полезное. Благодарю вас. Очень доброе дело делайте. также напоминаю, что несмотря на всё сказанное в эфире на радио, надо понимать, что радио — это площадка, где высказываются разные мнения. Всё надо проверять и примерять к себе, а не просто так брать на веру. Даже если вот Рират, он практикующий, всё-таки доктор, всё равно это его личный опыт. До тех пор, пока вы на себе его не примерите и не примените осознанно, а не просто так вот напишите мне справочку, напишите мне рецепт, именно осознанно, вы вряд ли поймёте, как это всё делает, как это всё происходит. И до тех пор, пока вы не поймёте, вы вряд ли сможете это с точки зрения ведического мировоззрения как-то полноценно применять в жизни. Всё через осознанность идёт. Только так человек становится человеком, только так человек становится человече, и только так он переходит в разряд аза. Благодарю наших радиослушателей и наших зрителей на канале Ютуба за очень интересную беседу, которая получилась с вами, за очень интересные вопросы и реплики. Прощаюсь с вами. Пишите, 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 задавайте вопросы. Будем пытаться разбираться с тем, что происходит в этом мире, что происходит с нашим здоровьем, как быть здоровыми и не просто быть здоровыми бугаями, которые готовы лбом стены прошибать, а ещё и разбираться, а для чего нам это самое здоровье и как нам жить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. Желаю вам всего самого доброго. С вами был Алексей Орлов Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова